Не-не-не-не-не, баблю, все, заберите свои пирожки, заберите свои пончики, я не могу, сколько можно, я как понимаю то, что моя бабушка вообще в другой стране, но вы меня кормите даже лучше, чем она, да куда, да у меня уже не влазит, уже вылазит с другой стороны, бабуль, нельзя в себя столько еды впихивать каждый день, да я жаржерею, как кабасисина какая-то, через пару дней уже лето, вы хотите, чтобы я пошел на пляж, где девушки на меня даже не смотрели, бабуль, да нельзя так. В смысле, шо? Я говорю, нельзя так, бабуль, нельзя столько жрать, шо ты говоришь, милок? Закрой, закрой уши, закрой уши, сейчас громко будет, жрать так столько много нельзя, нельзя так столько много кушать, бабуль, я в ухо вам прям ору, влаз точнее, нельзя столько кушать. Ох, плохо слышу, ёп, фрс-э-т, бабуль, у вас походу опять там обострение пошло, да, опять ничего не слышите, ладно, я заберу эти пирожки на будущее. Бабуль, надо решать, по губам читайте, по губам, надо что-то решать, надо слуховой пара, да ты, шо, шокают в деревне, а мы с тобой в городе, бабуль. Глухоманская старикенция, ничего не слышишь, говорю, баблюб, баб... Мать моя женщина, откуда-то чила такая, насосала, наверное, баб, баблюб, баб, бабуль, бабуль нельзя такие вещи говорить, да, давай в тачку, быстро в тачку, быстро в тачку, бабуль, запрыгивай, давай сюда, быстро, 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 сейчас мы её догоним, я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что мы её сможем догнать на этой тачке. Она на светофоре стоит, сейчас мы её догоним, бабуль. Что ты говоришь, милок? Догоним её сейчас, бабуль, догоним эту мадмуазель на тарантайке этой. Мы сейчас, короче, будем погоню небольшую устраивать, точнее, не погоню, мы сейчас проследим, куда она едет, выследим её, а потом эту тачилу стараторим через какое-то время. Слышишь, бабуль, тачку, которая спереди, украдём. Я, я, я не могу так орать. Что ты там бормочешь? Карга старая! Ладно, Эдисон, всё, успокойся, она просто ничего не слышит. Куда она уехала, куда она ехала? Если бы эта колымага на колёсах быстрее бы ездила, было бы намного круче. Она вроде прямо поехала, да? Бабуль, скажи своему сыну, чтобы тачку тебе получше подарил, а не вот эту фигню. А вот она, вот она, вот она, вот она, слева, 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 слева. Подожди, а она едет к Степанычу? Бабуль, мы за тачкой это едем! Она поехала направо. Степаныч прямо, вот там его гараж, а она поехала направо. Бабуль, не переживай, не переживай! Мы вот сейчас выясним, куда эта тёлочка поехала. А после этого пойдём и купим тебе слуховой аппарат. Сейчас, сейчас, сейчас здесь припаркуемся, чтобы она нас не видела. Оп! Вот, вот сюда, вот сюда. Всё, бабуль, стой здесь. Я больше забыла убрать. Сейчас вернёмся домой, уберём! Бабуль, вылези, вылези с тачки, вылези с тачки, вылези с тачки! Она открывает гараж. Садится в маршрут и посмотри, какая это чила у неё! Бабуль, тачка! Мусорка на колёсах! Видишь, какая у неё? Хотя, мусорка на колёсах у тебя, а не у неё. Что? Пердак через плечо! Хоть что хоть уже! Паркуется, паркуется. Ну да, она-то сейчас припаркуется. Сейчас, наверное, все бамперы обьёт, пока припаркуется. Это же... Ну да, вот смотри, зарядила в фонарь. Минус фара. Минус фара, минус бампер, минус жизнь. Наверное, муж её отторобанит потом дома за это. Ну давай, да, давай ещё крыло поцарапай. Ага. И смотри, куда она едет, Дуримонда Петровна. Ё, пересете. Да. Парковаться вас, конечно, в школе вождения не учили, да? Опа! Бабуль, аплодисменты, аплодисменты! Она, наконец-то, аплодисменты! Она заехала в гараж! Так, а куда она... Бабуль, это неправда, что ты сказала. Как говорится, не насосала, а подарили. Ну, в смысле... Леденец! Леденец! Чупа-чуп! Чупа-чуп же смог чут! Смог чут! Вот это, да. Кто насосал? Не важно! Иди за мной, иди за мной, иди за мной! Иди сюда, бабуль, иди сюда! Как открыть этот гараж? Ладно. Бабуль, там точила так лютая, просто лютая тачка. Я даже не знаю, сколько она стоит-то может. Машина там на четырех колесике! Машинка на четырех колесах! Офигеть какая дорогая! Ее можно стартап-зетю за штук сто продать можно! Это Тойота Супра! Так, подожди, здесь какая-то чикса прям такая элитная, знаешь, живет вот в этом подъезде. Она оставила машину в своем гараже и забежала в подъезд. А если мы выследим, где она живет, ограбим ее, украдем машину и продаем эту машину какому-то там на черном рынке автоскупщику? Че скажешь, бабуль? Что? Ты пердак глухой, бабуль, все, не... Так, в первую очередь давай восстановим твое здоровье, а потом уже машину-то старотыбзим. Это так невозможно. Я говорю, каждый раз что-то она вообще не слышит. Бабуль! Бабуль! Ты бегемот крашеный! А? Что? Ну вот именно. Бабуль! Бабуль! Это я тогда твою пенсию староторил! Это не почтален вот этот зараза ее тебе не дал, а это я староторил! Ну ладно, что говоришь. Она вообще никудых-никудых, она вообще ничего не слышит, ничего не понимает. Бесполезно. Сейчас мы поедем к Ашоту. У Ашота купим слуховой аппарат, но перед этим я продам вот этот весь хлам, который я наворовал в предыдущей серии. Хлама я очень много наворовал. Я не знаю, как меня туда жизнь занесла, но я наворовал это в гараже у гопников. Если ты не видел предыдущую серию, обязательно ее посмотри. Опа! Вот подсказочка. Переходи, смотри, если ты не знаешь, что там было, а потом возвращайся, смотри вот эту серию. Да, бабуль! Бабуль, надо серии смотреть! Если сейчас... Что?! Вот бабуль тебя плющит, конечно, да. Вот кто не посмотрит предыдущую серию, его также будут плющить. Бабуль, пошли за мной! Сейчас столкнем этот весь хлам, который у меня есть. Кошотику, братику, акробатику! Иди сюда, бабуль, иди сюда! Брат! Сколько лет, сколько зим! Салам пополам, брат! У меня здесь новые поставки, новые поставки. Иди сюда, выходи сюда. Бабуль, ты здесь садись, можешь себе присмотреть какую-то там стиральную машину, если хочешь, можешь телевизор присмотреть. Короче, Ашотик, братик, первое, что я тебе дам. Рэйдиэйтор! Рэйдиэйтор! Фирма такая, по-английски. Сколько дашь за него? Ну, как бы металлолом металлоломом, но все же бабосики нужны. 300 рублей? Ладно, по рукам, давай 300 рублей. Забирай, он твой. Следующий лот, это у нас, Ашотик, братик, стереосистема. Ну, точнее, просто обычный магнитофон. Какой-то советский, я не знаю. Три кнопки есть, красные, две белые. Вот здесь какой-то еще дисплей есть, или туда кассеты вставляются, я не знаю. Сколько дашь Ашотик, братик? Ну, я бы за него дал бы так рублей 650-700 бы, да. Как бы магнитофон, музыку слушать можно. 500 рублей. Жопа ты жадная, беззубая. Давай 500 рублей, давай. Бабки сейчас нужны, мне за хату нужно платить уже в следующей серии. А то потом мне хозяин вставит, если я этого не сделаю. Часы, Ашотик, братик. Ну, часы такие себе, я не знаю, там вообще ни копейки стоят. Давай, сколько там лезет. Давай, давай, давай. Я тебе сейчас 20 рублей в нос дам. Какие 20 рублей? 20 рублей, ты с ума сошел? Может, ты хотел сказать 200? Ашотик, братик? Ашотик, братик, не подрывай к себе доверие. Ашотик, братик, видишь? Гаечный ключ. Монтировку, видишь? 200 рублей на бочку гони за часы. Там еще батарейки в них. Батарейки рабочие, новые. 200 рублей гони. 20. Зажрался. Так, у меня еще 2 гантели. Вот 2 гантели, но гантели я тебе не дам. Гантели как бы мне пригодятся. Дома буду себе качать все мышцы, жопу, там, вот это все остальное. Опа, вот что у меня еще есть, Ашотик, братик. 8, 8 новеньких колес. Здесь, короче, зимняя резина и летняя резина. 8 колес. Забирай, Ашотик, братик, все твое. Давай, бабки, бабки на бочку, бабки на бочку. Сколько, 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 сколько ты мне дал? 800 рублей. Нормально, нормально, хорошо. Итак, что у меня еще осталось? 6 лампочек. 6 лампочек, это у нас сколько? 150 рублей, давай на бочку гони. И последнее, что у меня еще осталось, что я тебе прямо сейчас дам. Пылесос. Отсасывает пыль лучше всех остальных на этой планете. Лично проверял. Лично проверял у себя дома. Отсасывает пыль хорошо. Минимум штукарь. Минимум штукарь советский. Советский пылесос. Тысяча. Конечно, тысяча. Его в Воронеже собирали. В Воронеже. В Воронеже самый лучший пылесосный завод, да. 1000 рублей и 150 рублей за лампочки. Гони как бы на бочку, давай. Это тебе, Ашотик, братик. А это мне. 150 гони. 150 гони. Опа. Спасибо большое, Ашотик. В общем, у меня сейчас в инвентаре 5000, даже 6000. На, на, пылесос свой забирай. 6 кусков. Мне еще нужно заработать 4 куска. Скорее всего, в следующей серии я пойду и продам вот это обручальное кольцо. С бриллиантом. Мне кажется, оно реально прям мани-мани стоит. Ашотик, братик, ты куда смылся? Что у тебя здесь? Тайный проход какой-то? Ашотик, братик, зачем мы пришли? Сейчас, бабуль, подожди! У тебя случайно нет в запасе слухового аппарата? Баблю вообще с ума сходит. Вообще ничего не слышит. Слуховой аппарат нужно, чтобы хорошо слышала. Не знаю. Посмотри, пожалуйста, мелок, если у тебя. Мелок. Я сказал, мелок. Я уже начинаю говорить, как ты, баблю. Прикинь. Я Ашотика, братика, салам пополам мелком назвал. Мелок. Бабуль, ты меня заразила своим вот этим сленгом. Старперским. Старушенским. Бабуленским. Ашотик, братик, есть что-то? Нашел? Опа. Опа. Да как я вижу у тебя на этом складе все, что угодно есть, да? Сколько? Да давай быстренько, давай быстренько, чтобы бабулька слышала. Два куска? Харя не треснет? Какие две тысячи, Ашотик, братик? Ты зубы попутал? Это самый новый. Ладно. Я должен бабульке. Я еще тот. Паршивец. Я у нее три тысячи скоммунизил. Поэтому я бабульке должен. Две тысячи. По сотке. И штукарь вот так. А нет, подожди, собака. Я что-то перепутал. Все, 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 все. Я две тысячи дал. Давай, давай сюда, давай. На бочку, на бочку. Баблюб. Баблюб. Это вам. Надевайте и носите с удовольствием. Надели? Баблюб, как слышно? Хорошо слышно? Ты что орешь-то, засранец? Так потому что вы не слышали, баблюб. Я вам здесь разговаривал, разговаривал с вами. Разговаривал целый день. Разговаривал. Вы не слышали. Поэтому я ору. Все, Ашотик, братик, спасибо. Я оглохл от твоих криков. Да я сам оглох от того. Да еще и протупел от того, что орал как ненормальный. Сам себе в уши орал. Вы ничего не слышали. Все, Ашотик, братик, салам пополам детям. Привет, шашлыки, чтобы вкусные были. Чтоб жена не хворала. Кебаб, люля, кебабы. Вот это все там. Ашотик, братик. Пошли, пошли, бабуль. Пошли, пошли. Уеб, РСТ. Эй, ты сюда подошел. Геннадий Петрович. Бабуль, разворачивай копыта. Валим обратно. Бабуль, бабуль, бабуль. Ашотик, братик, Ашотик, братик. Если не подойдут, ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Иди сюда, иди сюда. Это Геннадий Петрович. Это Геннадий Петрович. А где он? Ашотик ничего не скажет У сундуков Ашотик, братик, ядрить твою вот эту Ты совсем с ума сошел Да я тебя прошу ничего не сказать Ты сразу же сказал то, что я у сундуков Салам пополам, вот называется Они меня могли убить Вот сейчас они меня убьют Так, ты мне уже задолжал Бабуль, разреши тебя познакомить Это владелец моей квартиры Геннадий Петрович Тут такое Ну я почти насобирал У меня сейчас 3000 с половиной Ну почти 4000 Мне еще где-то 6000 нужно зайти Я вам завтра, ну или после Ну или на крайний случай после-после Или после-после-после Я все отдам Я ставлю на счетчик и каждый день ты будешь доплачивать по 1000 рублей за день Купил вот я тебе, бабуля Слуховой аппарат Геннадий Петрович, может не надо Я все отдам Я знаю то, что я сегодня должен Уже произвести оплату Геннадий Петрович Когда счетчик дойдет до 15000 Мы придем и тебя убьем Геннадий Петрович, не надо, пожалуйста Я все верну в следующей серии Я все верну У меня сейчас почти 4000 есть Я все верну в следующей серии Геннадий Петрович Чтоб ты понимал наше намерение Геннадий Петрович Я все в следующей серии верну Плюс 1000 сверху накину Я все верну Я все верну Все верну В следующей серии все верну Геннадий Петрович Кирдек Бабулен ценам Кирдек Ашот Ашотик, братик Ашот Бабуль Звоним в скорую Есть телефон У меня телефона даже нет Вот телефон у Ашотика Иди набирай Иди набирай Быстро Иди набирай Бабуль Иди набирай Звоним в скорую Ядреный случай просто Ладно Бабуля сейчас позвонит в скорую Скорая приедет Заберет Ашотика Братика Такой подставы я ожидать не мог Я не думал то Что Геннадий Петрович Сегодня вернется И потребует Оплату Я думал то Что у меня еще один день есть Бабуль Вызывай скорую Повезем Ашотика Братика Я надеюсь что не в морг По крайней мере А ты Ставь лайк Чем быстрее мы наберем 20 тысяч Чем быстрее выйдет Новая серия Чем быстрее мы вылечим Ашотика Братика И мне нужно продать Вот это кольцо Которое я староты взял У богатого школьника Чтоб заплатить за хату Геннадию Петровичу Геннадий Петрович Как вы поняли Очень Очень такой серьезный мужик Бизнесмен У него там пару заводов И он Вроде даже депутат Я не знаю Я тебе говорю огромное спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok